Позиция, озвученная госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном о свободе вероисповедания в Азербайджане, абсолютно предвзято. Об этом сказал секретарь Бакинского епархиального управления, настоятель Кафедрального собора Святых Жён Мироносец, архимандрит Алексей Неконоров. Он напомнил, что ровно два месяца назад в эфире американского информационного канала Fox News уже был представлен доклад о преследованиях года, в котором утверждалось, что Азербайджан вошел в топ-10 стран по масштабам преследований христиан. Архимандрит отметил, что у многочисленных западных, преимущественно американских правозащитных организаций, нет достаточного бюрократического аппарата и инфраструктуры, чтобы получать собственную достоверную информацию о свободе религии в той или иной стране и обрабатывать её с помощью собственных аналитических стратегий. «Они опираются на сведения, получаемые от различных, не всегда достоверных и часто ангажированных источников и аналитиков, в том числе и оппозиционных. И совсем неудивительно, что эти выводы зачастую не имеют ничего общего с действительностью», заявил архимандрит Алексей Неконоров. Он полагает, что за заявлениями госсекретаря США стоят антиазербайджанские лоббисты, заинтересованные в дискредитации Азербайджана и создании его негативного имиджа в глазах международных политических и общественных структур. Он особо подчеркнул, что наша страна накопила уникальный многовековой опыт мирного сосуществования и взаимодействия совместного созидательного труда мусульманского, христианского и иудейского населения. Отсутствие в Азербайджане проблем, которые во многих государствах и обществах препятствуют развитию межрелигиозного диалога на бытовом уровне между простыми гражданами, архимандрит назвал уникальным явлением. Опираясь на положение Конституции Азербайджана о равенстве всех граждан перед законом, независимо от национальной, религиозной или языковой принадлежности, архимандрит Алексей Неконоров отметил, «Государство всемерно поддерживает немусульманские общины в уставной деятельности, давая импульс межрелигиозному и мультикультурному диалогу, который давно зарекомендовал себя как образцовый во всем мире». Он также напомнил, что на протяжении 30 лет оккупации азербайджанских земель появлялись силы, желавшие придать конфликту религиозную окраску. Но благодаря мудрости нашего народа, политической воле религиозного лидера мусульман Кавказа, шейху лислама Аллахшукюра Пашазаде, а также посреднической роли русской православной церкви, все подобные попытки были полностью купированы, констатировал архимандрит Алексей Неконоров. «Очевидно, что успехи Азербайджана, продолжил он, не дают покоя нашим недругам, заинтересованным в ослаблении политических позиций нашей страны и ее очевидной ведущей роли на Южном Кавказе». Ими, как отмечает архимандрит, предпринимаются попытки представить успехи Азербайджана в деоккупации собственной территории, как борьбу пантюркистских сил с христианами. Он подчеркнул, что под христианами подразумевается исключительно армянское население Карабахского региона, перемещенное в соседнюю республику по настоятельному призыву собственных политических сил, зарабатывающих на теме беженцев. Это ни для кого не секрет. Так что позиция, озвученная Энтони Блинкеном, выглядит абсолютно неубедительно и предвзятой. Уверен, что это не помешает Азербайджану двигаться вперед, продолжая укреплять свою политическую и экономическую силу при полной консолидации общественных и гражданских институтов, являя образец межрелигиозных и межнациональных отношений, сказал архимандрит Алексей Неконоров. Азербайджан 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 Продолжение следует...